Привет всем подписчикам и зрителям моего канала! В этом видео я покажу и расскажу, как можно сделать милого зайку своими руками. Назову я его Мягусик. Такая игрушка может стать отличным подарком для любимых. Лекала зайки находится по ссылке в описании под видео. Для создания зайки Мягусика мне понадобится основная ткань велюр, кусочек яркой ткани для бантика на шею, ткань хлопок для внутренней части ушка, флизелин, глазки на безопасном креплении 8 мм, кусочек кожи для носика, атласная ленточка, украшения для бантика, игла для оформления мордочки с большим ушком, обычная ручная игла, швейные нитки, холофайбер, ножницы, клей-пистолет. Предварительно проклеив ткань флизелином, на изнаночной стороне обрисовываю все детали игрушки. Припуски на швы 5 мм включены в лекала. Для бантика использую отрезок яркой ткани. Для того, чтобы ткань лучше держала форму, проклеиваю ее флизелином. Вырезаю деталь бантика. Вырезаю деталь зайки из основной ткани. В результате получается 4 детали туловища, 4 детали ручек, 4 детали ножек, 2 детали ушек из основной ткани, 2 детали ушек из хлопковой ткани, 1 деталь бантика. Сложив лицевыми сторонами вовнутрь, сшиваю ручки зайки. Подрезаю припуски на шов. То же самое делаю с ножками. Детали ушек также складываю лицевой стороной вовнутрь. Сшиваю между собой детали из основной ткани и из хлопковой. На закруглениях подрезаю припуск на шов. Выворачиваю ушки на лицевую сторону. Проутюживаю. Ножки и ручки также выворачиваю на лицевую сторону. Наполняю холофайбером. Ручки и ножки наполняю не до самого верха. Это нужно для того, чтобы было удобнее соединять детали. Верхние срезы ножек сшиваю, зеркально повернув их друг к другу. Открытые срезы ручек тоже прошиваю шириной шва 5 мм. Обрезаю лишнее. Теперь приступаю к сборке туловища. Укладываю детали лицом к лицу и прошиваю по той стороне, где намечено местоположение глазика. То же самое делаю и со вторыми половинками. Подрезаю припуски на шов. Сшиваю вытачки внизу туловища. Длина шва примерно 1 см. Ширина шва 5 мм. Таких вытачек 4 штуки. Намечаю местоположение глаза. Так как ткань ворсовая, то при шитье возможно смещение. Для того, чтобы глазки были расположены симметрично, при помощи иглы намечаю местоположение второго глаза. Делаю маленькие надрезы и закрепляю глазки на безопасном креплении. По надсечкам пришиваю ушки так, чтобы основная ткань была снаружи. Пришиваю к туловищу ножки, совместив с центральным швом. Пришиваю детали спинки к детали переда. Здесь нужна небольшая сноровка. Совмещаю центральный срез головы и, не дошивая до верхних надсечек, предназначенных для пришивания ручек, шириной шва 5 мм соединяю детали. Дальше соединяю основные детали по линии пришивания ножек. Сшиваю детали туловища снизу, не доходя до нижних надсечек, предназначенных для пришивания ручек. Подрезаю уголки. Выворачиваю мягусика на лицевую сторону. По надсечкам по передней части игрушки пришиваю ручки. Сшиваю боковое отверстие вручную по тайным швам. Продолжение следует... Наполняю туловище зайки холофайбером. По тайным швам аналогично сшиваю второе боковое отверстие. Толстыми нитками коричневого цвета оформляю мордочку в кузайки. Продолжение следует... Из кусочка кожи вырезаю носик в виде треугольника. По краям носика подрезаю ворсинки. Приклеиваю носик при помощи клея пистолета. Деталь бантика складываю пополам и прошиваю шириной шва 5 мм, предварительно оставив дырочку для выворачивания. По линии сгиба ставлю надсечки. Складываю деталь бантика так, чтобы надсечка совместилась со швом и прошиваю с двух сторон. Подрезаю уголки. выворачиваю бантик на лицевую сторону. Уголки выправляю при помощи иглы. складываю бантик лицевой стороной вовнутрь и ставлю закрепку примерно посередине, чтобы сформировать складочку. при помощи клея пистолета формирую бантик. по центру бантика приклеиваю атласную ленточку. также использую клей пистолет. приклеиваю атласную ленточку на шею мягусика. Затем приклеиваю бантик. Затем приклеиваю бантик. Затем приклеиваю бантик. Вот зайка мягусик и готов. Сейчас на экране вы видите еще несколько моих работ, сделанных из разной ткани. Экспериментировать можно сколько угодно. Благодарю всех за внимание!